В августе пройдет полгода, как марка Opel провозгласила свое возвращение на российский рынок. Самое время подвести итоги громкого рестарта. Так, по данным Ассоциации Европейского Бизнеса, которая придирчиво считает продажи новых автомобилей, в первом полугодии немецкая «Молния» пристроила только 59 машин. Это один из худших результатов среди всех брендов. Впрочем, тому есть объяснение. В начале года успели стартовать лишь микроавтобусы «Зафира Лайф», да и то в самых богатых комплектациях и с автоматической коробкой. Затем планету накрыла пандемия. Заводы остановились, а дилерские центры закрылись. В итоге поставки фургонов «Вивара» и кроссоверов «Грандленд Икс» сильно задержались. К дилерам эти модели пришли всего несколько недель назад. Поэтому несколько десятков проданных «Опелей» – вполне закономерный результат для столь затянувшегося перезапуска. Дальше должно быть лучше. Главная сделка этого года в российском автопроме движется к финалу. Напомним, что ранее производственная дочка компании «Хёнда» подала в Федеральную антимонопольную службу запрос на покупку завода «Дженерал Моторс» в Шушарах. Теперь ФАС этот запрос одобрила. Это значит, что компании могут готовить перевод сборочной площадки из американских рук в южнокорейские. Финансовые аспекты пока неизвестны. В начале десятых завод на окраине Петербурга стоил американцам около 300 миллионов долларов. Сегодня готовые мощности для выпуска машин по полному циклу стоят примерно в 10 раз меньше. Само производство, где делали бюджетные «Шевроле» и «Опель», рассчитано на выпуск 98 тысяч автомобилей каждый год. Площадка была законсервирована пять лет назад, когда боссы GM резко задумали увезти народные модели из России. Ею интересовались многие. Но до финала, судя по последним новостям, дойдет только «Хёнде». Сейчас собственный завод по сборке «Хёнде» и «Кия» работает на пределе. В прошлом году при заявленной мощности 230 тысяч машин пришлось сделать на 15 тысяч больше. Правда, сборкой корейских автомобилей дополнительно занимается Калининградский автотор. И, по слухам, большая сделка оставит его без заказов со стороны корейцев. Как говорится, бизнес есть бизнес.